Километры окупов, доты, усиленные укрепрайоны с десятками единиц брошенной бронетехники. Огневые позиции украинских силовиков, которые здесь попали в окружение, располагались в полях в 10 километрах от города Дебальцево. Отсюда же вёлся артиллерийский огонь по окрёстным городам и по самому Дебальцево. Эти укрепрайоны с бункерами и сетью подземных переходов. По сути, подземная неприступная крепость. В офицерских землянках кровати с матрасами, кинопроекторы с запасой провизии. Потолок укреплён брёвнами, бетонными плитами, а сверху засыпан землёй. Очень хорошее, крепкое сооружение. Даже миномётный обстрел, даже 120-й миномёт не вскроет его. Брёвна, бетон? Да, да, ещё сверху насыпи, ещё накат делают брёвен и ещё раз насыпают. Оставленные украинские позиции так называемого Дебальцевского подздарова теперь занимают подразделение ополченцев. В полях продолжают работать сапёры в разбитом Дебальцеве. Люди готовят на кострах Анастасии 10 лет. Впервые за долгое время она чувствует себя в безопасности. Страшно было? Да. А где прятались? Бомба убежит. И здесь стреляли. Попадали в дома. Жители города с ужасом вспоминают месяцы оккупации. Из 45 тысяч человек в родном Дебальцеве решили остаться 7 тысяч. Уезжать им было просто некуда. Всем нам хвастались, что город Дебальцево будет разбит, уничтожен. Вы все здесь смертники. Но мы, несмотря ни на что, ждали, что всё будет нормально, всё будет хорошо, что всё-таки наши пацаны нас освободят. В Дебальцеве нет водоснабжения, отопления, электричества и газа. Хлеб, воду и свечи раздают на площадях и в пунктах обогрева. Здесь уже работает пожарно-спасательная часть, которая до этого полтора месяца не работала. Также здесь работают сейчас пиротехники, которые занимаются развинированием. И организовали лагерь жизнебеспечения, где им делают горячее питание 3 раза в день. 60% зданий сильно повреждены. Городская больница не работает. Ведь скорая доставляет больных за 30 километров в соседнее Геннадьево. Восстанавливаем сейчас электроэнергию, водоснабжение. Я думаю, что под выходные электроэнергию уже запустим. Пытаемся наладить общежитие для того, чтобы людей вытащить с подвала и поселить хотя бы в более-менее живых условиях. Республиканская МЧС организовала в городе выдачу гуманитарной помощи. В коробках консервы, крупы, продукты выдают по паспорту. Один комплект в одни руки. Консервы, мука, масло, саргины, свечи, гречка, сахар. В соседнем помещении жителям Дебальцево уже начали выдавать субсидии. Тысяча гривен на человека. Ещё несколько дней назад линия фронта проходила по этим улицам. В Углегорске не осталось практически ни одного уцелевшего здания. Разбитая техника, повреждённые автомобили, неразорвавшиеся снаряды и разрушенные дома до сих пор, улицы города практически пусты. Пытки, издевательства, грабежи и расстрелы местные жители не сдерживают слёз, рассказывая о военных преступлениях украинской армии. Ну, мужчина с сыном ехали на машине, там вот в Александровском посёлке. А ещё какие-то машины следом ехали. Те испугались, назад уехали. А первую машину расстреляли они. Было мародёрство, был беспредел, конечно, было это всё. Но вообще теперь два больших вопроса. За что? За что нашему городку шахтёрскому вот это всё? И как в 53 года начинает всё заново? Как жить дальше в разрушенном городе, они просто не знают. Мне просто обидно за мой Углегорск. Это мой город. Я тут 60 лет живу уже. Жутко мне смотреть на вот это вот. Полномасштабный отвод тяжёлой техники по всей линии соприкосновения начинают с наиболее спокойных районов. Более 100 единиц тяжёлого вооружения в Донецк прибывают ещё днём. Фиксировать возвращение техники в места постоянной дислокации приглашены представители миссии ОБСЕ впервые. После огнестрельного ранения глава республики Александр Захарченко накануне сделал публичное заявление о неукоснительном соблюдении минских договорённостей обеими сторонами. Мы уже начинаем эту технику отводить, как же с доброй волей. Украина, наоборот, их подтягивает. То с Харькова, то с Запорожья, то с Днепроветровска. Мне складывается впечатление, что это большая провокация, после которой эти минские соглашения украина просто признают недействительным. Погода на сегодняшний день хорошая. Как показывает практика, у нас уже к концу марта такой погоды будут нормальные полевые дороги, которые, к сожалению, в зиму для Украины, к счастью, не было. Но я думаю, Украина пойдёт в конце апреля, в конце марта, в начале апреля. Больше шансов и видя динамику развития событий, что сейчас происходит, я могу только сделать. Единственный вывод – украине нужна война. Для отвода вооружения определены 4 сектора и 16 участков контроля за режимом прекращения огня. Совместный центр по контролю и координации с представителями Украины и Донбасса определил несколько районов. На сегодня, ещё раз заявляю, мы отводим 96 единиц. Две точки, которых вы видели, отвод техники, это происходил город Донецк. Третья точка – это так называемое добавительное направление северной республики. И четвёртая точка – это южное направление из района Тельманово. В разрушенном Дебайцеве и Углегорске улицы продолжают патрулировать усиленные спецподразделения ополченцев. Тысячи людей, которые смогли пережить эту трагедию и остались в родных городах, верят, что наступивший мир здесь может сохраниться. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Александр Кушин. Вести Донецкая Народная Республика.